Вспоминают наши дети Может, в природе или может, в путешествиях Увлекаю, давай Есть ребят Есть Ничего не говорю, поехали Есть Поселиться Годит Есть ребят Это знак Шенбеля Есть Рабитационный центр для алкоголиков Итак, ребят, всем привет Это наше очередное путешествие в Карпаты Это уже третье наше путешествие Были два интересных фильма В этот раз мы планируем новый маршрут Новые места, новые рыбалки То есть, я думаю, будет очень интересно И мы все вам, как обычно, покажем В этот раз мы решили посетить Закарпатье То есть, районы Мукачева То есть, поедем в те места Сделаем новые маршруты Посмотрим новые интересные места Музеи, замки Новые реки хочу для себя открыть По рубалке И также Всякие классные места Начинаем мы с того, о чем мечтают все девчонки Она давно меня просила сюда приехать Но было немножко не по пути Это туннель влюбленных Его протяжение 6 километров Он находится за городом ровно недалеко И, наконец-то, мы сюда попали Сейчас мы квадрокоптером полетаем Посмотрим это место Руська про него расскажет И будем продвигаться дальше Дальше всю свою историю Этого путешествия Мы сами не знаем, что нас ожидает Получится по рыбалке Не получится То есть, вместе с вами Потихоньку продвигаемся И все смотрим Погнали! Городка, что это такое вообще? Мы находимся в туннеле любви Это Ровенская область Село или город, наверное, Клевань Ну, правда, необычно Так красиво История туннеля такова Что в советские времена Для военных нужд Нужна была станция И вот ее построили И чтобы она была такая засекреченная Посадили много-много деревьев Пользовались этой железнодорожной станцией Потом со временем она стала не нужна И вот такое чудо природы здесь появилось Впечатление, в принципе, неплохо Красиво, зелено Сейчас вроде зелено Я думаю, осенью Это какая-то по-своему прикольная Это место будет Все будет желтое, красное, оранжевое Я думаю, тоже интересно Фотки, конечно, вот я смотрел в интернете Это поприкольнее было Так, ну, красиво, зелено Комаров ужас Сейчас очень много комаров Долбят туннель Потому что тут три раза в день ходят поезда И они пробивают эту просеку То есть это было Он был заросший Потом пустили поезда Какой-то заводик Тут что-то куда-то ходит И пробивают постоянно этот туннель И поэтому он такой получился В этот раз решили не делать Сразу весь отрезок до Карпат Сделал я сегодня 9,5 часов Мы сейчас за ровно Сегодня мы переночуем в таком вот комплексе Тоже покажу Отельный комплекс Сняли домик чисто на одну ночевку Сегодня погуляем в этих окрестностях Покажем отельчик Просто отдохнем Нормально переночую И завтра уже там 5-6 часов останется До Букачева Напилим И начнем уже отдых именно конкретно в Карпатах Быстро покажу номерок Номерок простенький Классно, что Двухместная кровать И Машки одноместные Холодильник с баром был Но он платный Тут на расценке Там всякое такое Телевизор Кондер Душик Умывальник Туалет Что еще надо? Больше ничего не надо Чтобы переночевать и отдохнуть Соселились в домик Цена вопроса 500 гривен 8 километров от этого туннеля любви Сегодня здесь мы отдыхаем Сейчас мы заносим вещи Кушаем Где-то в ресторанчике И кстати проезжали только что Небольшая речушка Метров 15 Может даже на нее съездим Я еще попробую порыбачить Погуляем по лесу Ну короче Сейчас похавать Главное похавать Вечером чилим Я высыпаюсь Отдыхаю И завтра мы уже полный сил Едем в Карпатах Как и в прошлом видео Ребят сделаю Все места где мы были В первом комментарии под видео Будут на ссылках Прямо на гугл карты Вы только нажимаете И сразу переходите И вам точка Прямо отмечена на карте Где это все было Так что кому интересно Первый комментарий Все подробно Будет понятно После тяжелой дороги Первое что мы сделали Это ресторанчик Перекусить Я ночью Вот эти всякие энергетики Хот-доги Реально Живот развалился И мы Приехали вот в такое Прикольное место Джарелла называется Недалеко от нашего отельчика Заказали я борщик Руся зеленый борщик Машка куриный бульончик И сейчас нам все это принесут И мы будем кушать Все увидел Ну все белка Молись Взять Давай По ценам конечно Больше сотка 99 Так Неплохо Так Недешево Подруга стащила Молись мой лук Ну ты просто Уже вырос с этого всего Ты же потолстел Жирный да Гораза Мы сейчас идем Прогуляемся по вот этому Сосновому лесу И выйдем на небольшую речушку Я там попробую половить рыбу Взял все снасти Все с собой Попробуем Может кого-то поймаем Мы прогулялись по лесочку И дошли до речки От нас метров 800 Это речка Стубелка Вон мои девчонки Себе устроили пикничок И вот такой тут мостик есть По речке Сразу бы аж приятно стало Течение Я бы сказал Тут может быть Вполне может быть Голавль Вполне может быть Окунь Вполне может быть Все То есть течение есть Река живая Должно что-то быть Прозрак Не самый лучший Но и не коричневое Такое Пойдет Рыба в такой воде Должна ловиться Сейчас попробую Не знаю сколько мне Девчонки дадут времени Попробуем кого-то поймать Пробую вот такого пурина Нифига Сейчас попробуем Вот такого жука Вот ребят Это был первый Хороший удар Только я Не готов к этим условиям Прямо вот там На самом потоке Хороший Хороший удар Я думаю Голавль И хорошего размера Так Девчонки ужарились Что скажу Вот в этом бурле В этом перекате Вот он кончается Дальше уже более спокойно идет Я получил один ударчик Вот там Прямо возле моста То есть не обещаю Но может если завтра Рано проснусь То приду и возьму Попробую реванш На полчасика прибегу Ребят Ребят всем привет Доброе утро Из-за того что дорога была тяжелая Я в 6 вечера вчера вырубился И до 5 утра спал Сейчас утречком выскочил Попробуем взять реванш На этой речушке Так что поехали Все покажу Поселок кстати этот называется Клевань Поэтому я очень надеюсь Что сегодня тоже будет Клевань Только уже я реализую эту клевань А не так как было вчера Очень много крапивы Вот это все крапива Смотрите И очень много клещей Вчера девчонки видели Так что будем аккуратненько Если бы я был в шортах Было бы капец Есть Вот это поддача ребята Вот это поддача Кто это Кто это такой у нас Вот он Это он Это лоббатый Вот и Клевань Получилось Фух Кстати он неплохой размер Река небольшая Но как раз в такой реке Мощные головли и водятся Валил Такая мощная подача На сильном течении Сейчас покажу поближе Фух И так ребят Смотрите Вот такой красавчик На течении Подача была просто сумасшедшая Это усами пурин Начинали сегодня с блесенки Но В итоге остановился на пурине Сейчас мы его аккуратно достанем И отпускаем Я просто когда его вытягивал Мне даже показалось Что это может быть язь Я язья никогда в жизни не ловил Очень хочется поймать эту рыбу Она очень похожа на головля Я еще ни разу в жизни не ловил ездя Давай давай не притворяйся Сейчас расчухается Классно То есть с моста даже вчера смотрел Ничего видно не было Обычно с моста видно Хоть каких-то небольших головликов Вообще было не видно Но есть Клюнул точно в том же месте Где и вчера была подача То есть вот уже За вот этими камнями То есть вот в этом районе Именно под мостом Никого не было А вот там вот на выход Уже на самую быструю струю Вот там вот И уфигачил И так все Обкидал Тут получается такая извилистая штучка И вот перекатики Видите там более спокойная вода Тут перекатиками Ни одного удара То есть не скажу Что это прям супер Какая-то крутая река Но все равно свою рыбку Одну я с нее выцепил Все, погнали Будет девок И едем в Карпаты Девчонки проснулись Мы хотели позавтракать Но все у нас открывается С 11-12 часов Так что будем экономить Это даже хорошо Потому что Кушать в кафешках Прикольно и приятно Но Когда приносят счет Это ужас Так что Руська сейчас делает нам В лаваше колбаски Сырочек Всякие вкусняшки Территория тут конечно прикольная Но Вот эти на ресепшене мужичок Говорит конечно Они сильно полиняли Из-за коронавируса Сейчас ничего не работает Запуститься Ничего не может Даже ихняя крутая тут кухня была Ну именно этого отельчика Она даже запуститься не может Потому что люди не едут Никого нет Все встало Все просто Просто ужас Так что пока Домики сдают Понемножку Периодически Ну запуститься нормально Не могут Хорошо что Руська настояла Тут прям вот клевонь Прям вот рядом с тем Где мы жили Есть замок И вот мы заехали Пока что видно только вот это Сейчас пойдем поглядим Что оно такое Сейчас послушаем нашу википедию Побырику И потом я квадрокоптером Все это облечу Посмотрим с высоты птичьего полета И попьем дальше Ну давай Вещай Побырику это громко сказано В общем Этот замок Местного князя Князя Был построен В 16 столетии И потом этот князь Решил здесь не жить Собрал вещи Вещи уехал Этот замок Исполнял Оборонительную роль Потом Что здесь только не было И гимназия И училище И самое что понравилось Евгению Реабилитационный центр Для алкоголиков В общем Ну говорят что тут еще какая-то Легенда существует Про этот замок Якобы этот князь Любил одну девушку Она ему отказала выйти замуж Потому что у нее был Свой жених И князь недолго думая Решил эту девушку С ее женихом Здесь где-то Замуровать В стенах, да? В подвале Где-то именно в подземелье Хорошая история Так все Давайте Смотрим со стороны И поехали дальше Субтитры сделал DimaTorzok И так ребят Первое место в Карпатах Это поселок Карпаты Вот так все просто банально Это поселок перед Мукачево Само Мукачево мы не хотели Потому что мы больше хотим природы Природы Поэтому в сам большой город Мы не поедем Мы остановились перед Мукачево Село Карпаты Здесь природка Здесь есть речка Это тоже очень хорошо Здесь мы сегодня Что это, Жека? Что это у тебя с рукой? Здесь мы сегодня Заночуем Здесь есть крутой Классный замок Я надеюсь мы его вам покажем И полетаем Потому что начался дождик Начал идти И Завтра я скажу Да, рыбалочку Номер мы вам тоже покажем Номер всего 500 гривен До этого был 550 И я скажу Немножко похуже 520 20 за стоянку машины Диван Шкаф Такая большая комната Одна большая кровать Машка, раскладушка твоя В принципе, душ, туалет Все как Все как Все как надо Все, что надо Тут мы номер не бронировали Мы сюда приехали Тут было 5 таких мест Где мы, может быть, остановились Мы их посмотрели Выбрали самое хорошее И остановились в Карпатский Оазис Как всегда Все будет в первом комментарии На ссылках Кому будет прям интересно Прям на гугл карты Вот будет точечка Все, идем Смотрите замок Погнали Короче, очень круто Дорожка прям С нашего отеля В лес, в гору И проходим до замка Ты модница Такая уже начала Да, такая на камеру Классы Фифти-пуфти Говорю, одень в резиновые сапоги Нет, не хочешь Ты микроблогер Так, вы только посмотрите Это действительно красивый замок Первый красивый замок Который я вижу Именно действительно Руся, кстати, очень интересную штуку Только что рассказала Потом расскажет Про этот замок Как он тут появился И что это вообще было такое Это замок Шенбарна Называется Это замок Шенбарна Он находится в селе Карпаты Мукачевского района Замок, ну посмотрите Он классный какой Как сказал Женька Он какой-то Гарри Поттеровский Да, как Хогвартс Вот, как Хогвартс Оказывается, тут говорят Что 365 окон Что соответствует Дням в году И одно окно Вроде как замурованно Для высокосного года Тут 12 дверей Как 12 месяцев И 4 башни Якобы времена года Ну не знаю Сейчас пройдемся Полетаешь, посчитаем Как раз только-то или нет Но он реально крутой Посмотрите Это достойный замок Чтобы посмотреть его На самом деле Это Хогвартс Это просто охотничий домик Ну приехали на выходных Тут потусили Там попили винишко Постреляли оленей Конечно, это очень плохо Но это просто Охотничий домик на выходные Я тоже такой хочу Субтитры сделал DimaTorzok И вот прям рядышком Со всем этим Красивейшим замком Кстати, это действительно Первый замок Который меня удивил Вот такое классное озеро Территория действительно Очень красивая Очень-очень красивая Тут действительно Можно приехать И отдохнуть И душой И всем остальным На самом деле Это декоративное озеро Ну как пишет, конечно Имеет очертания Карты Австро-Венгерской империи Декоративное озеро Видос наверное будет длиннющий Но зато Мы будем Каждый день В новом месте Может где-то на два денежка Зависнем И постоянно будем путешествовать Смотреть Увидеть Чтобы увидеть Как можно больше Территория здоровенная Территория здоровенная И красивейшая Это мы продвигаемся Вот мы пришли Сразу на замок Потом озеро Потом санаторий Вот дальше Все это вот Тропинки Беседки И вот сейчас Придем На какой-то Источник Сейчас расскажу Давай сразу Давай сходят Это источник красоты Аллергии тебе не будет? Ой, как раз Леня, ты такой просто невероятно красивый Итак, ребята После прогулки по замку Мы, как всегда Спускаем бабки Которые было так тяжело заработать Но это очень круто Кафешка В стиле сделана Ну, в стиле этого замка То есть даже есть вот Картины Как тут эти чудики отдыхали Когда это был их охотничий домик Очень много Ну, короче, в стиле В стилистике в этой Машке картошка с курицей Как обычно Я дырун по гуцузски взял А в русский Богорач Да, половина Богорача Я половину съела Острый Нормальный Во второе утро Просыпаюсь И мы идем ловить рыбу В дикой реке Там течка сумасшедшая Ходил просто так посмотреть Ужас И так, ребят Всем доброе утро Реально люблю эти моменты Когда, ну, действительно На рыбалку хочется встать Больше, чем поспать В 5.30 я встал Мои девчонки спят У меня есть часа три Сейчас я отправился На речку Латорица Если по карте посмотрите Это рядом с тем местом Где мы живем И сегодня в этом сумасшедшем Бурле я попробую Поймать рыбку Я вчера ходил так На разведку до реки Очень сильное течение Будем пытаться В этом течении поймать Я не знаю Головль, форель Что тут Вот оно Вот это красота Вы только гляньте Так, я чувствую У меня надо какие-то Затяжки искать Такая, чтобы была Граница тихой воды И быстрая Вот там он любит сидеть Не знаю, кто Головль любит Тут он, я думаю По-любому есть Посмотрите Это не кусты Это деревья Итак Вылез я с деблей Вдоль берега идти Я хоть и в забродах Но очень плохо Были вейдерсы Может быть Получилось бы и то Я так понимаю Мне сейчас надо найти Такие затяжки Где бы я смог Именно вот Где тихая вода Вот там вот Я думаю Он будет сидеть Потому что на этой течении На этом сумасшедшем Я вот покидал Ничего вообще нету Подхода к берегу Тоже У этой реки Вообще нету Я не пойму Тут люди вообще К реке не подходят Или что Короче Дальше меня ждет ЖД мост Я Как говорю Что там мосты Это перспективненько Да Там все классно Так что сейчас надеюсь Что вот Где ЖД мост Речку проходит Там может кто-то Будет сидеть Ну короче Пробуем Пробуем Вот какие дороги Вон Хоть какой-никакой Подход к воде И тут кстати тихо Блин Классное место Будем очень надеяться Только надо его как-то не просрать По грамотному Обкидать Наверное туда пойду На ту сторону Есть ребят Есть Есть Вот он Красавчик Эй Эй Отлично Отлично Отцепись Не Ну я дал Конечно Так дал Там хоть Без напруги Оно Стоит Тихо 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 Есть Блин За глаз Поймал Вообще Что ж Такое Ребят Вот он Первый Небольшой Конечно Но Это Голавль Классика Жанра Мосты Спасают Еще и Затишек Вообще Круто Хорошее место И вот Тоже Видно Клюнул Где-то Опора Быстря Там За опорой Начинается И вот Сюда На уровне Где-то С опорой Есть Мост Конечно Хорошо Но я Больше Не получил Ни одного Удара Покидал Глубинными И более Поверхностными Глублерами Ничего Это Один Главлик И все Попробую Пойти дальше Там Порош Есть И вот Тоже Посреди Всей Этой Красоты Я В ту сторону Шел Смотрите Костричи Кинули Мусор Раз Вот Посидели Погуляли Кинули Два Посидели Погуляли Три Погуляли Пора Возвращаться Один Главлик И тот За глаз И больше Ни удара Не было Ну Типа Такое Не расстраивайся Хоть что-то Ничего Нормально Это моя Не последняя Рыбалка Планирую Дальше Будут И новые Речки И новые Места Так что Рыбку Я еще Надеюсь Поймаю Свою Да и вообще Если честно Не из-за Рыбы Я тут Природа Это То что Меня Тянет В Карпат И вот Это Пиндюрить На тачке 16 часов Видите Я уже Горю Пора Все Дальше Мы Будем путешествовать Включимся Да Рыська Итак Что Малыш Едем дальше Конечно Едем Куда Правда Не знаю Итак Ребята Мы приехали В Мукачево Все хорошо Все классно Ну что-то Вот нам Немножко Показалось Что Это Как Город Спокойный Классный Тихий Классная Речка Но Что-то Хочется Больше Карпат Больше Природы И мы Наверное Думаем Что Мы Хотели Здесь Остаться Где-то Поночевать Снять Жилье Но Наверное Мы Здесь Просто Купим Мне Штаны Посмотрим Замок Паланок Сейчас местные Жители Обидятся Не Красиво Классно Уютно Тихо Спокойно Как я люблю Ну блин Как хочется Как-то Больше Природы Речка Латорица Кстати Я на ней Жирыбачивал До этого Замок Паланок И еще Трубочиста Да Какой-то Памятник Тут есть Да Ну Как бы Сильно Тут нет Так что Мы Замок Паланок Поедем Посмотрим Полетаем Кто не видел Покажем Речку Латорицу Вы сейчас Видите Кстати Рыбаков Тут тоже Хватает Там Я Чик-чик Насчитал Можно Было бы Остаться И порыбачить Только Мне моя Любимая Не дает Рыбачить Она Вечно Ты где Ты когда Уже Десять минут Прошло Ребят После Замка Паланок В Мукачево Мы поняли Что мы Немножко Идем Не по тому Пути Как мы Хотели Мы хотели Больше Карпаты Больше Природы А тут Получается У нас Уже Был план Типа В Мукачево Потом В Бужгород Уже Природы Нет Уже Это Просто Города И вы понимали Что Ужгород Это еще Больше Город Чем Мукачево И мы Поняли Что мы Не хотим Этого И мы Разворачиваемся Ну ладно Я поддержал Твое Предложение Мы разворачиваемся И валим Опять В леса Опять В горы Опять Ближе К Карпатам И Приезжаем В поселок Жданово 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 Существует Легенда Почему Село Называется Жданово Оказывается Что Когда-то Давно Молодой Парень Собирался На войну У него Была Девушка Ева И он Оставил Ей послание На дереве Вырезавшее Такое послание Жди Ня Ево Жди Меня Ева Когда-то Проезжал Губернатор Увидел Это Вырезанное Такое Послание И Посчитал Что Таки Называется Село Жди Ня Ева Дождалась Там Не пишут Не Не Дождалась И В общем Мы Приезжаем В поселок Жденево Тут Было Очень Много Мест Которых Можно Выбрать Было Что Так Хорошее До Десяти И Вот Мы Выбрали Поселились Тут Рядом Протекает Речушка Ждановка Да Как-то Так Ждановка Мы Напишем Тоже Можно Будет Половить Рыбу И Здесь Мы Запусим Над Водян Здесь Действительно Очень Красиво Мы Сейчас Идем Просто По Территории Тут Очень Много Красивого Всего Посажено И Расположение Тоже Очень Красивое Редактор субтитров Редактор субтитров Сейчас Поскольку Мы Хотели Больше Природы Мы Садимся Собираем Сумку С пикничком Садимся И Едем Тут Есть Речушки Походим Просто По природе По речушкам Есть Бункер Есть Какая-то Гора То есть Просто Будем Ходить По природе Все Это Смотреть Все Это Показывать Так Что Поехали А вечером А вечером Мы приедем Я попробую На своей снасти Поймать В этом столочке Ходи где-то Он попробует Словить рыбу Да И мы ее Схаваем Но если не получится То там просто Подсакли Нам ее Поймают И все Это Женя Будет Фиаско Это Фиаско Брат Сегодня Первое развлечение Это Место Называется Высокий Камень Оно Где-то 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 Вот там Написали Недалеко На очень крутой подъем Так что С пенсионерами С детьми И с больными На сердце Советовали Не ходить Но мы Потихонечку Пойдем Сейчас резиновые сапоги Еденем Что, хотели Хотели природу Карпат Давай А если я сейчас Навернусь Да там Просто грязь И все Как бы Ну будет Мокрая Грязная Кажется Они уже Не сильно рады Что пошли Мы прошли Немножко Всего Вон машина Мы вот так Получается Обошли Тут ручей Бежит Перешли Это Только Начало Продолжение следует За горой У нас не получилось Тропа кончилась Мы заблудились И вернулись назад Я так понимаю Просто Гугл-карты Нас привели К ближайшей Точке Как можно ближе И мы просто Вот так Пролом поперли На обратном пути Попробуем Зайти на эту гору Только я уже буду Рулить картами А сейчас Мы приехали В бункер Бункер Просто бункер Бункер в горах Да Это территория Более входа Виходов Вин мает 4 Ци тунели Вйдут на знадоти Так звані На гору саму А означається Долготривала Огнева точка Так До речи Вони так Вибудованы На цей вершине Пагарба Что из них Дуже гарно видно Ту дорогу И кайде через село Прикольно Ещё так овально Ровно овально Ссылку в описании Под видео оставлю А скажи повторить сложно Да повторить 15 минут нам экскурсовод Рассказывал Историю этого бункера Как всё происходило Войны Короче 15 минут истории Я думаю Лучше приедьте И посмотрите Сами послушайте В принципе интересно Да так холодно Два вида экскурсии Быстро за 10 минут Рассказывают И вы сами идёте Гуляете Или он с вами Тут 45 минут Ходит по бункеру И всё это Рассказывает Именно расширно Мы взяли короткую версию Интересно 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 Не напряжно Сейчас вот Походим Посмотрим Масштабы Километр И то Взорван Завален Вообще полтора Два с половиной Остался только Километр Где можно походить Ну так конечно Такие кадрики Поставлены Периодически Вот Это Оружие Какое-то Ребята Вот так Выглядел Дот Это уже Второй Вот смотрите Тут у нас Режет Камера Нифига Не передаёт Спуск Такой прикольный Вниз Не передаёт Да? Не Вообще Чтобы вы понимали Как он говорил Там Вы когда тут будете Над вами будет 50 метров Этого Скалы Вот этой горы Немножко Испугались Так раз И стоит Такой Ну и вот Это получается Казарма Самый такой Большой Вырубанный Проход Типа до 500 человек Вроде он говорил Может Ну могло Ночевать Жить Поселиться Скажу Ну что Коротко Как впечатление Ну понравилось Мы Такой Еще никогда Не были В таком месте В подвале По подвалу Ты со мной Не лазила Да? За червями Итак Ребят Поскольку я Очень сильный Неудачник Сейчас я попробую Вставке В платном Поймать Форель Которая Голодная Есть у меня Много Лаблерков Есть у меня Много Блесен Я буду Ловить На блесну В общем Сейчас Если получится А если не получится Сказали Если ты уже Вообще То на уточку Поймаем Или если шел Под сакой Поймаем И мы ее Потом съедим Эту пойманную Форель Съедим Нам ее Приготовят И мы ее Схалуем Недешевое удовольствие 500 гривен Килограмм Форельки Тут такие Грамм 400-500 Так что 2-3 штучки Я думаю Мы сейчас Смотрим Быстренько Решим их Быстренько Заготовку Стрель Стрель Альни Решим Перекот хорошая такая я думаю нам две хватит ребят ну вторую по традиции ловит у нас Руська тут кстати осетры здоровенные плавают, но они наверное вряд ли на блесном клюнуть я им рассказал что делать на крышу не тяни подожди не тяни бы меня поймаешь и не тяни говорю итак первый блин комом беседку перекинули так сейчас второй будет давай у тебя все получится давай оп поехали 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 есть Машка давай лови в подсаку давай давай поднимай молодцы ура обед готов вот так вот все у нас на раке луха уже есть так что вот такие дела ребят когда не можешь поймать когда не клюет сюда можно вот так поймать вот такие у меня рыбачки молодцы 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 папка если не может ничего поймать значит можно заплатить денег и купить ну хороший да келуха я думаю будет в них двух вот наша фалька не знаем еще сколько это будет стоить но килограмм 500 гривен потому что мы поймали приятно красиво кстати цены довольно таки нормальные так ребят смотрите тут получаются искусственные пороги сделаны я так понимаю что рыбы тут не будет потому что ей она то умеет запрыгивать ну очень высокий очень много так что я спускаюсь ниже где уже начинаются более дикие места и там уже буду пробовать ловить сейчас вот так вот перехожу на ту сторону да ребят рыбалка в этот раз непростая прошел я где-то с пол километра река плохая в плане вот нету мест камни хаотично разбросаны по реке и нету такого вот чтобы прям вот хорошие хорошие какие-то места где-то обратите спокойное со струей в перемешечку нет вообще ничего вот это единственный самый жирный перекатик что я нашел идет так вот линией именно нормально там везде просто хаотично камни везде поток фигачит но ничего поупирался я уже и в головлиные приманки в темные цвета в яркий уже форелевую поставил розовую в облерочке нифига даже тычка этот перекат не дал хотя очень классно вот так если смотреть место реально перспективное хорошее там он даже обратик под той стороной тихо тут струя короче нет пол камея прошел были еще такие несколько неплохих мест здоровенные камни по центру которые течение обходит а за ними затишек тоже у меня опыт небольшой в рыбалке в горных реках ну немножко я ловил в прошлые выезды но в этот раз конечно очень тяжело очень тяжело что какое твое любимое блюдо что ты больше всего любишь что именно спасибо это и это с чего начнешь давай давай начнем пельменная душа любят пельмени итак ребята два дня мы чилили с моряковым дворе ну действительно место понравилось кухня классная цены нормальные ну номера 800 ривен конечно но зато тут реально было круто территория усажена и еще я полетал с утра и заработал бесплатный завтрак ты мой добытчик сбросил видео хозяевам этого этого и этого и бесплатный завтрак куда мы едем дальше мы едем полная импровизация но я очень хочу другую реку мне эта река не нравится на ней не ловится рыба хочу другую реку поэтому едем импровизируем может даже ничего не говорю поехали а что такое невеселый Жень Маш не выходи если вы будете импровизировать как мы по местам жительства то вы должны быть готовы к тому что это немного напряжно то есть представьте вы переезжаете с места на место уставший особенно ваш водитель нервничает, напрягается а вам еще нужно найти место жительства и начинаешь волей-неволей конечно вот так вот немного злиться но при этом есть большой плюс вы приезжаете на место вы смотрите место вы смотрите оно возле речки возле воды возле леса или возле дороги и вы уже конкретно выбираете место которое вам понравится а и и итак ребят у нас немножко с импровизации плохо пришлось нам приехать на место где мы уже были нам если честно здесь очень понравилось поэтому мы здесь лучше мы ничего в этих краях не нашли и еще почему мы здесь Kirusha Mashka очень хотела зоопарка Mashka очень хотела подъемники а здесь есть вариант что подъемник работает один из тех подъемников которые могут работать и также река где у меня тогда неплохо ловилась рыбка больших правда не было хотя она здесь есть но ловилась поэтому проверим или в той реке или в той реке нету рыбы или нигде сейчас она не ловится Сейчас мы живая вода, отель Мы здесь были в прошлой поездке Здоровенный бассейн, полноценный, нормальный, хороший бассейн Даже джакузи тут было Не знаю, сейчас работает оно или нет Идем отдыхаем Два дня Еще одно, что я именно поставил жирную точку Это куцульский дыр Это лучшее, что я ел из дырнов За все время Это он здесь готовится Прикинь, его не будет Будет Мы первым делом пошли сразу в бассейн Пошли на спа-процедуры Это классно, что все входит в стоимость дорого Но хоть это входит, там действительно круто В следующий раз пойдем, покажем Потому что в этот раз даже камеру не хотелось брать И вот то, зачем я сюда приехал Это дырун по-гуцульски Здоровенный, вкуснейший Там внутри столько в нем мяса Грибы белые Короче, он действительно был вкусный, я помню Руся какую-то веган-программу взяла С травой какой-то, со шпинатом внутри Да, удачи Спасибо Да, дядька не в курсе про удачу Не рыбак Есть, ребят Есть хорошее, что-то хорошее В камне за порогом, давай Иди сюда, малыш, иди сюда Ой, хорош Вот он, блин, хорош Все-таки река Река рулит Хороший голавль Вы посмотрите Отлично Есть Есть Вот это уже оно Ха-ха Итак, ребят Вы посмотрите Вот это уже голавль Вот это уже красота карпатская Блин Все-таки река Река тащит Есть реки, где нет рыбы Есть река, где она есть Или может еще ребята говорят, что холодновато Тут все-таки речки карпатские У них температура пониже И поэтому Еще плохо клюет Ну вот с утра Говорят солнышко, голавль, люди Все дела Есть, я прям рад Это, кстати, SW Fishing Metal Twitch 4 грамма Мне просто потяжелее Надо, чтобы дотянуть до той стороны Где водичка потише И вот Есть Класс Вот покажу поближе этого красавчика Это просто супер Ну, порадовал Все, давай Надеюсь, не последний Надеюсь, будет еще больше Смотрите, классика жанра Вот камень посредине За ним получается Такой шлейф Спокойный И с двух сторон Горнет течение И вот за вот этим камнем В этом спокойном Он как раз и взял И вот еще одни места Вон, как затишек Под тем берегом Видите? Небольшой Такие окошечки Вот он На границе Со спокойной водой С течением И любит сидеть По рыбе для себя я сделал вывод, что именно конкретно для горных речек, для карпатских еще немножко рано Вот у нас в наших местах Головль в этом году начал клевать позже Потому что было холоднее Так вот здесь, я так понимаю, что он еще до конца не начал клевать Еще не прогрелась вода Он еще не активный То есть, где бы я ни был, мне с трудом получалось хоть что-то поймать Хоть какую-то поклевочку А вообще просто были дули полные Поэтому, как для себя, я понял, что действительно Вот карпатские реки лучше уже в середине лета, когда уже вода хорошо прогрелась Или даже в конце лета И, кстати, разговаривал с мужиками Здесь даже очень хорошо ловится осенью И даже поздней осенью, когда уже холодно Рыбка клевет лучше Сейчас же еще действительно рано Я прошел те же места, которые в том году ловилось Пусть он был небольшой, но было очень много поклевок Было очень много галавликов Пусть и небольших, но рыба активно клевала В этот же раз, мне на этих же местах Вот сегодня получилось поймать всего лишь одного головля И один цачок, и то я не уверен Это может быть камень так цокнул четко Ну так, ребятка, рыбка Вроде рыбка Давай рыбка Или не рыбка Что-то не бьется никто Рыбка Есть Вот он Ого, где тебя носило, друг? Ты что такой замученный? Смотрите Вот такая вот омега длинная Она течение хоть более-менее держит Но все равно в самом бурле Рыбы нету Все равно держится больше тихих мест Граница тихой С быстрой Но там вот Хоть что-то и получается поймать Привет, новый день По просьбе Машки мы опять едем туда, где были уже Это зоопарк И это подъемники Не знаю, работает, не работает Но сейчас поедем, посмотрим А у нас вот такая вот красотинка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Мы помним только такие самые-самые яркие моменты А здесь, получается, уже несколько у нас таких видеопутешествий И вот мне интересно, она когда вырастет Как ей классно будет посмотреть Да, как она с родителями путешествовала И очень интересно Мы, получается, прививаем ей любовь к природе Любовь к путешествиям У ней очень интересно, что будет, когда она вырастет Повляет И это как-то на ее дальнейшую там жизнь Как она будет дальше Полюбит она это все, будет продолжать или нет Такой вклад в будущее Машки Это конечно классно Хотел бы я вот сейчас посмотреть какой-то видеоролик Когда мне было 5-4 год Как мы с родителями путешествовали Это было реально классно Это самый дешевый номер Цена, внимание 1180 гривен Это эконом Самый жесткий эконом Но здесь есть в принципе все Есть кондер Есть две кровати Все экономы с мансарда идут Видок, кстати, прикольный покажу попозже Телевизор, холодильник Ну в принципе самое основное это кондер Потому что когда холодно или жарко Можно сделать себе наоборот Это охрененно дура Мы так дорого еще не жили Но если учесть, что бассейн здоровый Офигенный бассейн бесплатный В стоимость входит завтрак Это тоже очень даже в таких Док, сейчас покажу Классный В принципе ничем не отличается от прошедшего раза Но вон река бежит, в которой я буду ловить головлей Вон лес, вон горы Вот этот поселок Межигирия Кстати, это Межигирия поселок Итак, ребят, коротко про живую воду Последний отель, где мы заселились аж на два дня Который дорогой 1180 гривен Но здесь есть то, чего нету нигде Сейчас я вам покажу Итак, ребят, очень коротко Вышки 5 метров Вышка 3 метра Для альпинистов, скалолазов И такие каменские Можно залезть тоже очень-очень высоко Детская штука Бассейн полноценный Здоровый С большой глубиной Ну, тут на середине По грудь Вот это пол бассейна То есть полноценный, офигенный, крутой бассейн И самое интересное, что это еще не конец Самое крутое я вам покажу дальше Следующее, что удивляет Это с по комнатам Мы когда были в прошлый раз Ее не было Сделали вот такую комнату Вот здесь можно посидеть, почилить Вот здесь можно Здравствуйте Души Просто погреться Смотрите Вот эта баня, я не знаю Такая вот с паром Называется хамон вроде Я не буду заходить База потеет сразу И простая сухая Банька Вот такая вот И также есть массаж Ну вот массаж платный А вот это все Входит в стоимость Еще очень классно, что сейчас Из-за карантина И еще плюс будни Мы одни То есть вот это все Тупо практически для нас Там несколько людей купалось Вчера мы вообще были просто одни И еще есть джакузи Сейчас тоже покажу Маша, рот закрывай Снимаешь? Я не бритый А это, ребята, последнее место Где можно релаксовать Супер-дюбедочка Просто лежать и кайф Супер-дюбедочка 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 И то, что остается с нами в памяти Нарные, красивые места Не только в Карпатах И животные И животные И животные, да Все, ребят, всем пока Супер-дюбедочка Супер-дюбедочка Супер-дюбедочка